Привет, друзья! Многие из вас знают, что не так давно в коллекции моей гири добавились вот эти две красавицы. 40 килограммов, беленькая, и золотая 48. Несомненно, для меня это челлендж, они очень тяжелые. И я предвижу резонный вопрос. Зачем человеку, который в основном практикует только классические упражнения с гирями или упражнения для развития силовой выносливости, да еще и человеку, которому в этом году исполнилось 60, обременять себя вот таким весом? Постараюсь сегодня ответить и на этот вопрос, и показать конкретно, что я делаю с этими гирями, для чего они мне нужны, почему я считаю, что это очень здорово, а также рассказать людям, как подступить к гире, с которой на первый взгляд вы вообще ничего делать не можете. Ну, думаю, на первый вопрос ответить будет достаточно легко. Во-первых, каждый из нас стремится к чему-то новому, каждый бросает себе вызов. Во-вторых, разнообразие в тренировках очень хорошее, полезное дело. Если вы дадите организму удивиться, например, удивите его большим весом, каким-то необычным силовым упражнением, он откликнется, возможно, выработкой гормона роста или изменением вашего обмена веществ. Может быть, вы сможете преодолеть плато в некоторых случаях. Короче, необязательно выполнять все упражнения с тяжелыми гирями, с тяжелыми весами, которые вы делаете с легкими. Например, необязательно делать сразу сжим или вообще его необязательно делать. Но некоторые упражнения намного эффективнее делать именно с тяжелыми гирями, а не брать легкими. Они вызовут очень прекрасный отклик в организме. А теперь я покажу некоторые упражнения, свои любимые, с сороковкой и сорок восьмушкой. Расскажу, как нужно с этими весами начинать, чтобы избежать травм и работать в свое удовольствие. Итак, мои любимые упражнения с сороковочкой. Ну, первым делом это же, конечно же, махи одной рукой. Прекрасное разминочное упражнение. Заряжает весь организм, дает продышаться. Ну и подготовительное для жонглирования. Сегодня жонглирование я показать не могу, но вот здесь вы сейчас увидите. Недавно, не так давно я сделал желанный двойной оборот с сороковкой. И очень, в общем-то, рад тому, что я смог это сделать. Второе замечательное упражнение, это, конечно же, взятие гири на грудь. Если вы можете делать это с шестнашкой, с двадцать четверкой, то сороковочка представит вполне неплохой челлендж. Еще больше челлендж. Это взятие сразу двух гири на грудь. Одна из которых привычный вес – 32 килограмма, а другая – 40. Даже если две тридцати двушки даются вам достаточно легко, то с сороковкой это уже будет намного труднее. Третье упражнение, или уже четвертое, наверное, это махи двумя руками. И здесь уже будут практиковаться высокие махи. Тоже замечательное упражнение. Советую сначала ощутить себя комфортно. Комфортно с двадцать четверкой и с тридцать двушкой. Если для вас нет проблем, чтобы сделать 10-15 рывков гири 32 килограмма, если вы можете сделать 10-15 высоких махов гири 40 килограммов, то, наверное, можно попробовать сделать и рывок. Хочу предупредить. Начинать нужно очень уверенно. Если вы собрались сделать рывок, делайте его. Ни в коем случае нельзя останавливаться на полпути в момент сомнений какие-то, чтобы были. Иначе травма вполне реальна. Будьте готовы не только физически, но и морально к покорению нового тяжелого веса. А как это здорово поднять новый вес, вы даже сами не можете представить. Вот вы не могли, и вдруг вам покорилась гиря. До сих пор мы говорили только о работе с гирей на среднем или на высоком уровне. Взятие на грудь, рывок, высокий мак и так далее. Но весь потенциал тяжелых гирей раскрывается как раз при работе на нижнем уровне, где вовлекаются ноги и торс. Здесь чем тяжелее гиря, тем ближе ее эффект к штанге. Тем более, если мы возьмем сразу две тяжелые гири. С двумя гирями мы можем уже выполнять становую тягу. В данном случае эта тяга 88 килограмм. Пожалуй, самым любимым упражнением с гирей 48 килограммов у меня является приседание. С появлением этой гири сила моих ног заметно увеличилась. Но для того, чтобы начать приседать с гирей за плечами, нужно как-то ее поднять. Поэтому делаем очень просто. Помогаем двумя руками для того, чтобы забросить гирю на грудь. Затем поднимаем локоть, перекатываем гирю за спину. И в таком положении можем приседать. Демонстрирую. Гирю на грудь, поднимаем локоть, перекатываем. И приседаем, пока нам не надоест. У меня есть ролик, где я присел 105 раз за 7 минут. Следующее любимое упражнение с этой гирей – это взятие гири на грудь двумя руками. Вполне технически непростое. С легкой гирей оно просто делается, но с большой нужно быть вполне осторожным. Для того, чтобы безопасно делать это упражнение, обязательно нужно потренироваться с гирей, которая легче. Потому что мы можем не рассчитать усилия. И гиря ручкой может прилететь нам либо в грудь, либо в челюсть. И мало, конечно же, нам не покажется от этого. Следующее упражнение, которое вы уже видели с сороковкой – это взятие гири 48 на грудь одной рукой. Вполне тяжелое, но очень эффективное упражнение. Также я практикую жонглирование, но, конечно же, только один оборот. Ну и, соответственно, для того, чтобы уметь ее жонглировать, нужно поначалу тренировать мащи гирей одной рукой. Ну и, само собой, мафет и жигири двумя руками. Также сейчас я вам не могу показать из-за травмы пальца. Но вот здесь вы увидите мою кистевую тягу с гирей 40 килограммов, которую я сделал, по-моему, 25 раз за один подход. Исключительно хорошее упражнение на развитие мышц предплечья. Ну и, конечно же, нельзя забывать о тяге гири одной рукой. Становая тяга и... Тяга гири к груди. Надеюсь, этот выпуск был интересен и надеюсь, я смог убедить вас, друзья, что иногда гири тяжелее веса, который мы можем поднять, не всегда бесполезны в нашем спортивном арсенале. Всего доброго. До новых встреч. Пока.